Привет, друзья! Добро пожаловать на свежий выпуск подкаста. Как всегда, с нами Илья, Эрик, Дима, Саша. Мы всех знаете. Всех вы знаете. Если не знаете, пересмотрите предыдущий подкаст. Все эпизоды. Привет-привет. Выпью чашечку горячей грязи, краби грязи, и отставлю её в сторону. Вау. Чёрная магия. Мы собрались в это место вселенной крабов, куда они нас пригласили, чтобы поговорить о том, что все компании сейчас начали говорить о метавселенной, и даже сам Путин. Да. Это как раньше говорили, блокчейн, блокчейн, блокчейн. Из каждого ящика, из каждого чайного утюга. Но Путин про блокчейн не говорил, а вот про метавселенную он говорил. Ну, кстати, да, это прозвучало довольно интересно, что государство заинтересовано в обезопасивании ваших аватаров в сети. Скажем спасибо за это и поднимем чашечки. Время варить метавселенную. Время варить метавселенную. Ну, а так от больших компаний, Microsoft говорит, что они делают свою метавселенную, и они вроде как теперь и с метой работают над метавселенными. Господи, это будет так сложно объяснять людям, что мета — это компания, метавселенная. Это не значит, что она от компании мета. Это может быть что угодно. А еще есть мета-информация. Это когда стримеру говорят что-то. Когда он играет в РП. В играх есть мета. Да, мета. Да, есть в играх мета. Прикол был, когда Facebook сказали, что они теперь мета, и потом оказалось, что название мета принадлежит компьютерной компании в США, и как бы у них нету прав, потому что это в той же технологии, то есть в одном и том же, как это называется, подразделении. Технологическом поле. Да, да, да. То есть нельзя иметь такое же название, и они такие, да-да, мы просто купим у них, и чуваки там забубенили цену сразу же. А история про то, что еще и логотип, у другой компании присутствует. Про это не читали? Ну, я видел, похожий там был. Да-да-да, то есть очень-очень похожий. Зеленого цвета. Вот это, да, зеленый цвет, и он тоже принадлежит, по-моему, другой компании. Ну, в общем, мне само название не очень нравится. Для меня оно расшифровывается и ассоциируется с каким-то метафорическим. Именно, ну, то есть в этом плане. Но интересно, что многие компании теперь смотрят в мета-вселенную, да, это будет тяжело или... Мета-тяжело. Мета-тяжело, да, и концентрируют в... Я не знаю, как это обозначить. В это новое веяние все свои силы и усилия, но, с другой стороны, непонятно, что из этого будет. Объединение каких-то их сервисов и технологий, опять же, посмотрим. Кто-то, наверное, выбьет, точнее, пропадет из этой гонки, кто-то добьется успехов, кто-то останется на месте. Но в любом случае времена интересные. Ну, вот Microsoft представитель говорил, что, например, Halo — это отдельная метавселенная, там Minecraft — это отдельная метавселенная, но... А чем тогда отличается вселенная от метавселенной? Это не так работает, правильно. Мета должно быть единым, целым, большим, поэтому это будет метавселенная, как вот это было в литературе, как это было в экранизации, первому игроку приготовиться, что все находятся в одном мире, и там из серии из одного мира под мира в другой под мир телепортируются, и тут же они выходят все в один общий мир, где все общаются, там тусят, собираются в группы, идут в какой-нибудь другой мир, там на гонки, ну и все в таком духе. То есть это мир в мире, в мире. Это не отдельные меры, не может быть отдельных миров, это не метавселенная, это вселенная Minecraft и вселенная Halo, а не метавселенная. Это как сказать, как сказать, что у нас свой интернет, у них свой интернет, и у них свой интернет. Вопрос в серверных мощностях, потому что им нужно постоянно 24 на 7 поддерживать на всех своих серверах возможность игр и возможность скачек из одной игры в другую. Скорее, это инстансы будут. Ну, вполне возможно, но в любом случае, если какая-то из вселенных будет лажать, то люди будут просто уходить оттуда, потому что кому интересно стоять в очереди для того, чтобы поиграть в этот, какого, в Halo, там, в течение нескольких часов, вот, либо выпадать из сессии, когда у них обрыв связи происходит, там, или какие-то задержки, или какие-то, в принципе, проблемы. То есть, это должна быть отточенная технология, и фактически не всем компаниям, которые так ворвались на этом хайпе, эта технология доступна. Facebook, Microsoft, да, согласен, они смогут потянуть это, у них уже все это имеется, ну, фактически, то есть объемы и нагрузку, а все остальные скорее просто на громких заявлениях и действительно на какой-то новости заявить о себе, но дальше этих новостных заявлений не продвинутся. Да, мистер Краб. Ну, ты говоришь технологии, ну, в плане, сама по себе технология, как это должно работать, мы в прошлом уже обсуждали, это тот же Recru. Да, и у Recru это работает. Это работает. Там вот на сейчас сидит 1800 человек, это не самый большой онлайн, который был. Опять-таки, не забываем про то, что туда заходят люди с разных платформ, это сейчас со Steam, там сидит 1800 человек. Там сидят люди еще просто с ПК, там сидят люди с телефонов, там сидят люди с портативных шлемов, и уверен, там их намного больше, чем тысяча, две и три, потому что, как ни заешь в Recru, там вечно толпы, какие-то народу там реально дофига. И ни разу я, вот у меня, допустим, сын постоянно играл, одно время играл, там чуть ли не каждый день по пару часов в Recru. Сейчас он другие играет. Но суть в том, что он, как он ни заходил, ему всегда было с кем играть, там всегда толпы. У него там куча друзей в Recru. Потому что у меня, как у родителя, и родительский аккаунт, у меня приходят в подтверждение того, что ему нужны друзья. Я потом психанул просто, типа, что он уже взрослый, пусть сам себе друзей выбирает. Ну, в том плане, что там нельзя было до 14 лет быть самостоятельным, а это ему было еще 15 лет, поэтому все приходило через меня. Вот сейчас уже ему 14, он давно уже сам добавлял друзей, и я тоже психанул уже, я ему просто открыл доступ, чтобы он сам все себе делал. У него там сотни друзей, и как ни зайду, как ни зайдет, у него там всегда куча людей в онлайне, и все они играют вместе. То есть, по сути, это рабочая метавселенная, а так, как она должна, вот как они хотят ее видеть. Да, графика там детская, но игры там хардкорные, и мероприятия там тоже не все детские проходят. То есть, это то, как они хотят, чтобы оно работало. И, в принципе, посмотреть на раннюю метавселенную можно в рекруме. Так, как она сейчас должна быть. Ну, опять же, так как мы все это уже обсуждали, действительно, в принципе, нет смысла по новой все это прогонять. Посмотрите предыдущий подкаст, мы, в принципе, эту тему довольно сильно обсосали там, и со всех сторон ее рассмотрели. А вопрос, опять же, остается только в нагрузочных тестированиях, когда тысяча, две, пять, десять, это одно, когда сто, двести миллион, полтора миллиона сидит с разных платформ, это как бы уже совершенно другое. Поэтому не всем по зубам будет это мета. Да, и, наверное, стоит еще добавить, что я лично считаю, что вот Microsoft и остальные, которые сейчас кидаются, они все пытаются просто на себя перетащить одеяло. Да, поэтому они так резко и вскочили, когда появились Facebook. Да, когда Facebook уже сказал о том, что будет мета, и все остальные, ну, опять-таки, как ты сказал правильно, блокчейн из каждого утюга был, а сейчас из каждого утюга мета, это все теперь у нас, наша метавселенная. Это не так работает. Опять-таки, метавселенная имеется в виду, что это все должно быть вместе. И как, предположим, тот же Facebook, ex-Facebook, будем его называть так, а не мета, а то запутаемся все реально. Ex-Facebook, когда сказал, что будет общая мета, интересно, как они в эту их вселенную засунуть Microsoft, в смысле Minecraft, Halo, как туда Take-Two, те же придут и впихнут туда свои игры, то есть у них должны быть свои сервера, или Facebook предлагает арендовать всем свои сервера, вот, ну, как они планируют? Не, я думаю, вот, я тоже об этом думал, и мне кажется, оно будет работать примерно, как интернет работает, то есть, ты сейчас можешь поднять на своем компе, типа, сервер, и он там будет стучаться на DNS-сервер, да, и, ну, короче, к тебе могут попадать другие люди. Тут им придется как-то договориться какой-то, да, да, договориться какой-нибудь историей, чтобы эти, типа, части метавселенных, я не могу назвать это метавселенными, потому что это, ну, типа, странно. Это неправильно там. Да. Не-не-не. Держите. Я тебя укушу сейчас. Вот. Я думаю, оно примерно так будет работать, потому что это самое логичное, вот, иначе это не метавселенная. Вот, хорошая, кстати. Да, дополню твою мысль, тогда им надо непосредственно обеспечить их еще и... Ну, вот смотри, ты поднял на своем компе сервак, у тебя должен быть нормальный канал, у тебя должна быть нормальная мощность и нормальная программная оболочка работает на твоей стороне, чтобы она как бы, ну, не баговала, когда у тебя нагрузка пойдет. То есть, я думаю, что будут какие-то компании-посредники, по сути, которые точно так же предоставят информацию, предоставят, точнее, свои мощности для всех этих ребят. Так, Microsoft Azure, на основе него много чего сейчас. Или амазоновские сервера. Или амазонские. Полмира на них. Потому они и ворвались во все это. Ну, я думаю, что для Microsoft это очень хороший кусок бизнеса в будущем, если для Facebook это в принципе теперь, я не знаю, как назвать это, не религия, наверное, а кредо-компании, да, то есть, соответственно, корпоративный стандарт, то есть, у них вот именно вот это вот все соединение их сервисов, то для Microsoft это возможность откусить неплохой кусок для Azure, для, и занять нишу в серверных мощностях. Ну, плюс при этом они свои хотят там Teams, VR-версию, то есть, чтобы там презентации делать с людьми, то есть, с бизнес-перспективы на это смотреть. Я думаю, что игры это будет последнее, на что их будет интересовать. Они, конечно, упомянули их, но потому что надо упомянуть. Всех их будет интересовать прежде всего та информация, которую вы будете оставлять, когда будете бродить по этим бесконечным мирам, в которых будет точно так же присутствовать и магазины, та информация, которая у вас будет в вашем профиле по выбору того или иного товара по вашим интересам, то есть, ну, в принципе, Facebook не изменяет себе, ребята торгуют информацией, то есть, вот, Microsoft, по большому счету, предоставив эти мощности, точно так же будет, наверное, иметь доступ для своего бизнеса, поэтому все вот эти вот моменты, связанные с игром, с бизнес, там, приложениями для презентаций, это скорее контент, а глубинная ниша, это, как бы, ну, срез вашей социальной активности именно в метавселенных, это довольно удобно, то есть, не надо, чтобы вы где-то бородили, поэтому контента, я думаю, будет много, они будут заинтересованы в этом. Вполне может быть. Если хотите узнать, как примерно выглядеть оно должно, можно посмотреть тот же фильм этот, как его первому игроку приготовиться, мне кажется, это вот тоже референс такой. Да, да, парни. Если у кого нету возможности сыграть в тот же Recruum или еще что-нибудь, это вполне референс такой, ну, я не говорю сейчас о качестве фильма, хорошем или плохом, просто это, ну, примерно то, к чему они стремятся. Единственное, что там, наверное, нету каких-то, в Фейсбуке очень много говорили про то, что это будет входить в нашу жизнь с подсредством AR, вот, этого там нету в этом фильме, но тут, в принципе, можно и так догадаться, что они имеют в виду. Но там все-таки было, там выглядит, что так, что создатели этой платформы, они создали свою, назовем, Recruum, и все другие компании, они начали в Recruum делать свои игры. То есть, это не было, что они, у них есть уже игры, и они их как-то добавляют в ход в их игру. То есть, это должно быть все на одном движке. Если мы возьмем за базу Meta, или как она, Horizon Worlds, то все, то вот это, в принципе, как оно будет все выглядеть, то есть, версия Halo будет выглядеть так же. Это то же самое, что вот взять Fortnite, и посмотреть, как скины там God of War, Master Chief выглядят в Fortnite. Они выглядят к другому, но как бы, потому что ограничение этого движка, ну и все должно выглядеть в таком же стиле. Да, в стилистике, да, они попадают в стилистику. Тут смотри, например, ты знал, что, помнишь, в The Lab, когда выходил Vive, был в The Lab? Да, 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 да. Вы же в курсе, что там все вот эти игры, мини-игры, они на разных движках написаны, какие-то на Сурсе, какие-то на Юнити, может быть, даже на Unreal чего-то, не помню точно, но я знаю, что там есть и Unity, и Сурс. И ты при запуске другой какой-то штуки просто через загрузочный экран переносишься в другую. То есть, в теории можно сделать примерно так. Вопрос в том, что нужно договориться о том, какая информация будет передаваться, подгружаться там и все такое. но тогда твоя майка, которая нарисована в Unity, она в другом движке не загрузится, или им придется отдельно из всех игр все портировать на этот движок? Нет, на самом деле там все проще. В принципе, ну, можно договориться же об каком-то одинаковом стандарте, сделать плагин, который позволяет эти майки и шапки импортировать безболезненно, бесшовно в эти движки, и ты будешь в одной и той же майке бегать и покроваво красным болотом какой-нибудь, я не знаю, MMORPG, а потом прыгать в этой же майке там в космосе. Ну, то есть, в принципе, это все решаем. Вопрос чисто в, ну, я не знаю, в работе программистов, вот, и в интеграции, и в договоренностях. Я думаю, что... Да, даже в программистов конкретных движков. То есть, это должны сделать Эпики, Юнити, и, ну... И кого не пустят еще там, да, в метавселенную свою. И все, то есть, это решаемо. Стоит, наверное, уточнить для тех, кто, может быть, не видел и не смотрел, почему так обсуждаются горячо сейчас футболки и майки, потому что основная цель экс-фейсбука это зарабатывать, в том числе, на продаже мерча и получать с этого комиссию. И их задумка в том, чтобы ты купил в любой игре, где угодно, ты купил мерч какой-то там и затем, независимо от того, куда ты пошел в другое место в этой метавселенной, в другую игру, все должны видеть этот мерч, что у тебя эта футболка была куплена, там, не важно, название группы, какой-то игры, не важно. Это должно быть везде. Вот это их главная цель, чтобы все видели, все завидовали тебе и хотели себе такую же футболочку, кепочку, ну и так далее. И арома лампу. А еще можно было бы увеличить пользу для пользователей, если бы они это сделали NFT, все эти объекты, и тогда пользователи могли бы их перепродавать. Да. То есть у меня вот уникальная, на ней там, не знаю, нарисована подпись разработчика, там, он сделал в единственном экземпляре, и я могу ее продать или подарить кому-нибудь. Тогда это было... Я думаю, это будет. Сейчас, почему все так загораются идеей NFT, потому что это можно будет... Все деньги, которые ты вливал в игру, они после того, как ты закончил играть в эту игру и больше не хочешь к ней возвращаться, ты можешь хотя бы часть из них вернуть, потому что ты продашь все, что ты накупил уже это время. На самом деле... Не только поэтому, еще и потому, что это диджитал, но это уникальная какая-то история. Ну да. То есть она, благодаря NFT, у тебя есть ощущение того, что ты держишь какую-то уникальную копию диджитал-объекта. Но в принципе в Counter-Strike скины на оружие это то же самое, не? Там есть отличный бизнес-план, если смотреть будущее. Я думаю, что... Я не знаю, почему как бы сейчас мало кто этим пользуется, ну, из знаменитостей каких-то. Ну, я не знаю, представьте там утрированного Билла Гейтса, который заходит в метавселенную, Microsoft, и на нем надета футболка там «Я ненавижу Windows», вот, соответственно. И тут он эту футболку с себя снимает, ууу, Билл Гейтс, мои детские фантазии, и продает ее с NFT. То есть представьте, футболка, которую носил аватар известного человека, я думаю, что он сможет продать ее гораздо дороже. То есть это не просто какой-то NFT уникальный, это NFT уникально-уникальный. То есть вот такое дело. И у тебя будет футболка, который действительно носил какой-то известный аватар известного чела. Продам свой галстук за 200 долларов. И вот тут, кстати, он не снимается тоже. Это было тоже показано в первом «Игроку приготовиться», уже бы этот фильм убогий, отвратительно, ненавидит его. Тут вопрос не в фильме, а в том, что у тебя есть какой-то уникальный предмет, как он, там, директор, когда заказывал себе какой-то там артефакт, он заказал себе этот артефакт, ему принесли артефакт из другого мира совершенно, в нынешний, где он там сейчас был, в космосе. И он в этом космическом мире смог использовать артефакт из магического мира. И для его активации и деактивации нужно было там произнести заклинание. То есть, да, это все литературное произведение, это все красиво звучит, но это то, к чему, в принципе, стремятся сейчас все вот мета-разработчики в перспективе, это чтобы, если есть какой-то уникальный предмет одежды или какой-то уникальный активируемый предмет, чтобы он был уникальный, он имел какую-то свою ценность, которую ты сможешь кому-то перепродать. То есть, я думаю, так оно и будет. То есть, мы к этому потихонечку идем. Ну, NFT фактически дает все эти преимущества. И я думаю, что это второй шаг. После того, как они откатают технологию, они добавят туда, ну, если не NFT, то, по крайней мере, аналогичную технологию с уникальными предметами, которые передаются там за деньги и имеют какие-то свои меточки. А, меточки в метавселенных, клево. Мета-мет. От компании мета. От компании мета. Молчал бы, в шлеме какой компании сидишь? Компании мета. На ней Oculus написано. На ней написано. Oculus. Их можно скопировать, но... Да, можно, да. Нет? Как-то NFT можно скопировать. Деньги ты тоже можешь скопировать? Уже подделывали. Уже подделывают их, да, но это как бы пока единичный случай, но вопрос в другом. Скорее всего, они преобразуют технологию, потому что, ну, для них это... Важно не оставлять какие-то глобальные черные дыры в своей вселенной в том плане, где можно этот предмет утрированно копировать бесконечное количество раз, если на этом они будут основывать свою экономику. Это будет. На сервер заходят. Это же не появится вот... Это же не так, что оно вот... Все, завтра мы открываем, запускаем этот мир в релиз, все заходят, и сразу там все готово. Нет, конечно, это все будет постепенно обрастать, обрастать, обрастать функционалом. И дыры вначале, конечно же, будут. И особенно мне любопытно, если там будут какие-то айтемы или скины, на которые там нужно, допустим, что-либо сделать, то я уже просто вижу, как толпы китайских аватаров бегают и получают эти уникальные предметы. Просто миллионы. Фармят. Да, фармят скины уникальные, чтобы потом их продавать за копейки. Я, кстати, смотрю, мне очень понравилось, я сейчас, не знаю, это не реклама ни в коем случае, но, в общем, я сейчас увлекся одной ММОшкой, к которой привязаны эти как его токены, и действительно боты, китайские, боты, неважно, короче, любые боты, они сейчас буквально бич, бич для обычных игроков, потому что они занимаются просто адским фармом, и я скажу даже более смешную ситуацию, я просто как бы, ну, не специалист в ММО, в ММО, но я думаю, наверное, в любой ММО такое происходит, монстров не хватает на территории. То есть, они так сильно фармят, что в итоге ты просто стоишь и ждешь, пока появится новый, как бы, ну, отгрузится на карте новый монстр. Да, как только появляется сразу 50 таких ботов с одинаковыми китайскими иероглифами, потому что все это ботоводы, по сути, и игра сама по себе поощряет, грубо говоря, внутренние ботоводы, но китайцы же, конечно же, не будут только внутренние, у них там стоит 10 компов, там открыто 20 окон, и всем управляет один чувак, причем там можно поставить автоследование, и вот я просто тоже в нее решил поиграть, я посмотрел, наблюдал картину, когда 50 персонажей абсолютно одинаковых, одного уровня, с одним и тем же клановым тегом на иероглифах, и имена одинаковые, только последний символ у всех меня. Да-да-да, или 0.1 или 0.2. Да-да-да. И вот когда появляется какой-то монстр, просто эта толпа такая мгновенно так туда, рекой, потоком, и точно такое же будет и в метавселенной. Потому что где есть финансовая составляющая, которую можно получить, вот, например, я не знаю, собери 10 монет, и получишь вот этого краба, который можно потом продать за 5 долларов, и я вас уверяю, эти крабы будут просто нарасхват, и 50 человек будут искать эти монеты. Они будут просто стоять в этом месте и тыкать, пока не здесь спавнится новая монета. И это проблема, это проблема мира будущего, который как бы на... Ну, точнее, это уже настоящая проблема для многих тех, кто увлекается ММОшками, а для метавселенной, то есть как бы, ну, увидите, что то же самое как бы мы будем наблюдать и там. Но если будет попустительство компаний, то, в принципе, я думаю, что какие-то карты могут сразу же и какие-то как бы, ну, вот эти вот NFT-токены или там, что они хотят продавать, они загнутся довольно быстро. Поэтому компании, я думаю, будут реально следить за тем, чтобы бытоводы там уничтожались. Хотя, как их отличить? Как их отличить? Я не знаю, жива-не жива, сейчас игра Я не знаю, сейчас жива или нет игра, была такая Second Life. Может, знаете, слышали? Да. И вот в ней тоже можно было зарабатывать деньги, чтобы зарабатывать деньги, там нужно было разные, можно было фармить деньги там по-разному. И давно, очень давно я заходил в эту игру посмотреть, тогда был бум, только появлялись подобные проекты, я заходил посмотреть, и я попал, там была площадь, которую нужно было, кажется, откопать. Ну, типа, там нужно было выполнить 10, типа, оказывается, рекламный баннер, ты его, типа, смотришь на него 10 секунд, закрывается, у тебя кусочек, типа, прокопал. И вот таким образом ты, грубо говоря, фармишь. И вот я просто подхожу на эту площадь, смотрю, и там вот стена просто людей, и все вот потихонечку, потихонечку смотрят рекламку, кликают окей, продвигаются, там за 10 просмотров получают там один цент, грубообразно говоря, я не помню ни цифр, ничего по этому поводу, но просто помню, что там можно было заработать деньги, туда ломанулась огромная кризис людей, чтобы зарабатывать деньги, хоть какие-то, там, не важно, там потратят электроэнергии больше, чем заработают, но вот сам факт, что он получил деньги с экранчика компьютера, и подобное точно будет, там будут сидеть, просто один камушек другим камушком долбить, чтобы получить за 100 ударов там полцента. Великие времена, великие времена, ребята. А у меня вот был, был знакомый, который тоже в Second Life, но он занимался другим, он моделировал уникальные объекты и продавал, то есть под заказ. Да, на этом больше всего зарабатывали люди. Да, но это уже надо иметь какие-то скиллы, это не просто там тыкать надо. Это то, что нам рекламировали мета в своей презентации, типа продавайте свечи. Как и в VR-чете, пожалуйста, продай модель, смоделируй ее, продай ее, то есть так же, как и... Опять-таки, это дает огромный объем работы молодым дизайнерам, которые вот сейчас учатся и нахватывают что-то новое. Скажем так, для дизайнера, который там чем-то занимается уже лет 15-20, ему будет несколько тяжело, возможно. Я думаю, что вот он первый будет там этот, тот, который 15-20 уже сидит на этом и ему все уже анасталь. Он придет туда первым и будет быстро делать эти модели. К нам на Дискорд заходил парень, он рассказывал, что он аватары для VR-чата делает и что у него там заказов уже он не берет дополнительные, потому что он не успевает. И... Ну, он не рекламировать заходил, а просто рассказывал, что просто дофигища заказов под аватары. Половина из них фури, но это не важно. А какая разница? Есть спрос, он дал предложение. Это, я считаю, абсолютно правильный. Не вижу в этом ничего плохого. Грустно на самом деле все это. Получается, что мы немножко нивелируем... То есть, мы сейчас все будем работать де-факто на развлечения. То есть, какая-то дополнительная польза, которую вкладывают в этой корпорации серии. вы будете вместе работать, вы будете там вместе делать какую-то там полезную площадь, ой, давайте, полезные действия. Полезную работу. Какую полезную работу они видят в шлемах? Да, ничего такого не будет. Скорее всего, мы просто будем в смешных аватарах друг друга убивать, там, тискать и ломать камешки за коины, а потом, я не знаю, бешено орать и друг на друга... Ну, в общем, вы поняли, если вы в фуре. Вот. Вы поняли, если вы в фуре. Да, это как бы грустно с одной стороны, но с другой стороны, как Эрик правильно сказал, есть спрос, есть предложение. Сейчас мы просто из плоскости 2D переходим в плоскость 3D VR и где, в принципе, на 2D технологиях уже все эти, вся эта жадность, она уже отработана. Так что, не удивляйтесь. Не удивляйтесь, если вы в фуре. на главной площади компании. Я думаю, все повылазили вот эти вот всякие мета-компании, чтобы, ну, понятное дело, что чтобы вот это все началось, да, допустим, по-моему, как раз в этом в Population 1 хотел сказать, вроде Player 1 вроде как там была одна компания, которая, типа, вот подключала другие компании внутрь. Вот сейчас все хотят стать вот этой одной компанией, которая центральная. Одной главной, да. Вот, поэтому они все вылезли. Компания злодеем. Ну, в Facebook это лучше всех получается пока что. Да, да. Давайте про зло поговорим. Я хочу поговорить про зло, и если уж мы опять вспомнили эту прекрасную книгу, фильм «Отстой», книга, супер, вот, прекрасную книгу первому графику приготовиться, то вспомните, там были места, где приходилось отрабатывать свои долги. А, да, да, да. То есть, как бы да, то есть, соответственно, если ты, и это вопрос уже, копание еще глубже в мета-вселенные, взять кредит на того, что купить аватар для Фури, или какие-то штрафные санкции, которые есть сейчас в играх, где нужно там убить 250-300 монстров, потому что ты токсичный ушлепок и убиваешь не в ПВП всех подряд. какие интересные штрафные санкции возможны вот в мета-вселенных. То есть, банальный бан, я считаю, что это, ну, это слишком просто, наверное. Если они хотят футболки продавать, прочее. Ну, смотря, смотря что будет, если ты, например, финансово очень сильно повлияешь на большое количество людей или же на эту компанию, тогда они наверняка на тебя смогут подать в суд в реальном мире. Ну, это самый страшный момент. Да, ну, как разработчиков читеров, читов всяких, вот на них подают в суд, и там, хакеров, но обычный человек, который использует эти читы, мне кажется, бан максимум. Ну, конечно, там могут быть более продвинутые, там, бан по железу, например, что ему надо будет какие-то дополнительные шаги делать. тогда смотри, в чем это такое. Бан по персоналии, извини, я добавлю, бан по персональности, потому что, если за это таки возьмется компания ex-Facebook, то если они банят, то, как это известно, они банят навсегда. Смотрите, со своей персональностью потом не сможешь. По айтрекингу посмотришь, что это ты, и все, и ты не получишь. Вопросов за параллеливание. У нас есть монетизация через всевозможные NFT-предметы, которые у человека может быть, ну, там, я не знаю, большое количество, и он может с этой экономикой взаимодействовать, продавать их, покупать, ну, быть, так скажем, с огромным количеством вещей, которые стоят дорого. И представьте, что его забанили. Соответственно, вполне возможно, что это может привести к судебным искам на уровне «меня забанили ни за что», «подаю в суд», потому что у меня куча предметов, которые как бы стоят дорого, меня решили мои прибыли. Вполне возможно, такое тоже может быть. Что-то вот я помню, где-то подобные были. Вообще в «Еве», ну, и в «Онлайн». только хотел вспомнить ее. Там же были чуваки, которые, типа, обманывали, типа, новичков, и делали их рабами, заставляли их там работать на себя, и все такое. Прикиньте, мне-то вселенная такое, это же вообще прикольно было. Ты пришел с работы, такой весь, тебя в реальной жизни там прессовали по-всякому. Ты пришел такой, и ты еще какой-нибудь голожопый раб у какого-нибудь чела на его корабле, на галерке, там в космосе. ты, да, где-то в шахте такой, гирка чагачишь, руду, да? В «Расте». По-моему, в «Расте» было то же самое. Игра «Раста» тоже там. Там много, где было подобное. И такой, рубишь эту руду и спрашиваешь себя, зачем я этим занимаюсь? А сзади еще стоит какой-нибудь такой здоровый большой... 12-летний этот, как его, с голосом 20-летнего пацана. 12-летний пацан стоит с хлыстом тебя, хдыщ, у тебя хп отнимается, Быстрее работай, быстрее работай. Ну, мам. А ты такой стоишь, 40-летний мужик, думаешь, надо тебя смотреть, как на больного. Ну, вот компания «Мета» еще сказала, что они для того, чтобы продвигать в будущее свою идею «Мета-вселенная», они будут открывать физические магазины в мире, где можно будет зайти, попробовать их шлем, проникнуться идеей, там, может быть, тебе будут давать тестовый аккаунт, где ты богат и у тебя есть машины и самолеты, а потом ты покупаешь себе шлем, запускаешь свой нулевой аккаунт и понимаешь, что тебе надо в «Мета-вселенной» ходить на работу и убирать толчки там где-нибудь на вокзале. «Мета-толчки», «Мета-толчки» на «Мета-вокзале». Ну, в принципе, идея того, что можно попробовать устройство, это, наверное, продвинет чуть-чуть вперед, потому что самое сложное переубедить людей, которые попробовали 10 лет назад эти картборд, Google Cardboard, они уверены до сих пор, что VR — это говно и что мы хернёй какой-то занимаемся. Что укачивает, что скучно, игр нет. И вот самое сложное — это как бы их надо насильно или к себе позвать, или куда-то пригласить, чтобы они попробовали шлемы, а тут, если будет это доступно в каком-то физическом магазине, типа Apple Store, я думаю, что они там не только будут шлем продавать, там ходят слухи, что они разработают свои смарт-вотч, у них есть свои фоторамки, видеорамки для видеозвонков. Я думаю, у них много будет продуктов, если они хотят именно физические магазины открывать. Мы в прошлый раз обсуждали эти объекты, которые в реальной жизни покупаешь и потом в VR используешь. Эта же история была уже у кого? У Nintendo, по-моему. Да. Амибо, по-моему. Да, да, да. Амибо и фигурки. Нет, не Амибо. Там же? Да, не помню. Просто, по-моему, такая же какая-то история, ты покупал фигурку и там с помощью NFC-метки ты ее получал в игре, что-то такое, по-моему, если ничего не пугать. И вполне возможно, что в этих магазинах Oculus'а будут вот такие вот истории тоже. Ты такой пришел, тебе понравилась какая-то штучка прикольная, ты ее можешь купить и сразу же и на полку в реальности поставить, и на полку в мета-вселенной. Икея. Икея. Я думаю, что у Икея бы получилось отличный вид. Я должен признаться, что я подобной херней один раз воспользовался после очередного чемпионата по Counter-Strike'у. Я заказал пины, у них есть эти значочки, то есть физический значок мне пришел, он запакованный, я не знаю, то есть там рандом, это лутбокс в реальном мире, я не знаю, один из пяти, я его открываю, и там еще внутри написан код, который я вожу в Steam'е, и я получаю цифровую версию этого же значка. Кстати, знаете что... По поводу наказаний, да, говори. Спасибо. Мне интересно было, знаете, что вот вы сказали про, там, что ты в шахте, а жена тебя, типа, пинает за то, что ты там никченый кусок дерьма, и ты в жизни работаешь. Все твои деньги, которые ты в шахте получаешь, она на шубы виртуальной тратит. Вот. А я подумал о том, что... А, да, и она уходит к какому-то 16-летнему школьнику, который в метр вселенных, он, короче, миллиардер, да, из-за читов, например. Или там, не знаю, он там какой-нибудь стример. По поводу наказания... Короче, сори, я к чему вообще это начал, что я подумал о том, что, а может ли чувак, например, свой аккаунт каким-то образом просрать, да, и потом такой, а, ну, жена, дай сюда шлем, короче, буду на твоем аккаунте работать. Нет, поэтому... Вот, ну, то есть нет, а почему, как они это будут, типа, они, скорее всего, будут, как вот, трекинг-глаз основывать каким-то там... Я думаю, тогда сразу появится бизнес контактных линз, которые будут обходить все это ограничение. Блин, чуваки, вы представляете, сколько мы сейчас бизнесов уже стартанули? Сейчас люди просто смотрят, да, стартапы просто... Есть какой-то канал про психологию на Ютубе, в котором в начале есть этот, типа, приписка, мол, наши видео смотрят с блокнотами. Вот херня полная, наши видео смотрят с блокнотами. Психолог в VR-чате. Зачем целый бизнес контактных линз? Ведь можно же просто при запуске говорить, я слепой, закрыл глаза. Я слепой. Я слепой играю в VR, да? И не важно, кто играешь в VR. По слуху, у нас же был, кстати, в скорости чувак, который играл на слух в VR. Ну, это реально. Но, суть, я по поводу наказания, ты вот сказал по поводу чистки говна, я подумал, мне кажется, что, вероятно, может быть, одним из методов наказания, может быть, их будут заставлять, ну, образно говоря, модерировать. Но это же шаг вверх, а не шаг вниз. Да, 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 модератор, это святой человек. Они будут чувствовать себя там, у них что, больше власти, ты знаешь, вахтеры будут такие. Ну, да, как я был. Я понимаю, но там как-то по-другому, может быть, оцензурировать, не модерировать, а оцензурировать. Ну, короче, все равно в комментах в говне говорятся, в любом случае. Делать скучную работу за людей. Ну, скучную, монотонную, скорее всего, они будут там, я не знаю, действительно скучные, монотонные, что-нибудь там переключать, открывать двери. Их будут ставить вместо NPC, они будут там, не знаю, на кассе продукты пробивать. Баг, баг, баг всей этой системы в следующем, что если я ворвался во всю эту метавселенную, всем нагадил, нарушал кучу правил, там, я не знаю, вел себя токсично, убивал игроков, и мне говорят, ну, все, теперь ты будешь на кассе в пятерочке в VR продавать колбасу просрочно. Ну, или непросрочную, переношу извинения, пятерочки, классные магазины, спасибо вам. А ты такой, там, я не знаю, хер тебе в рыло, сраный урод. Закрываешь этот аккаунт, заводишь новый. Ну, просто новый, Мы обсуждали это, они будут, скорее всего, то есть, смотри, сейчас этого всего нету, и мы все обсуждаем в плане будущего, что там будет в будущем. Скорее всего, они об этом уже сейчас думают, смотрят наш подкаст, такой записывают, и после этого будут сидеть и разбирать, какие проблемы возможны, ну, ладно, это шутка, но вообще может быть правда. Короче, они, скорее всего, будут думать об этом, обо всем, о безопасности, об этом, и вместе с трекингом мылаз, они, скорее всего, сканер какой-нибудь, сетчатки глаза сделают, или там, отпечатка пальцев. Мне кажется, это не так весело, это слишком сложно. Плюс я не думаю, что смогут так сильно насрать, ну, смотри, вот, что могут сделать в VR-чате, к нам один раз зашел гусь на подкаст, и это же был максимум, и там, пять секунд его заблокировать, и все, и он не мешает. у нас объемы, объемы не те, объемы не те. Я имею в виду VR-чат, это же большая платформа, и я думаю, было много инцидентов, когда люди заходили с целью просто поднасрать другим, но это решается в два клика. В VR-чате нет такой явной монетизации и направленности на шматизм, то есть, в принципе, да, ты купил аватар, он твой, то есть, его нельзя раздеть, нельзя убить, нельзя, там, скажем, отобрать у него вещи, которые принадлежат ему, то есть, если мета хочет продавать майки, им действительно передавать их, все эти вещи, и быть основой как ММО, ну, то есть, классической там, в том плане, что ты добываешь какие-то вещи, покупаешь эти вещи, обмениваешься между ними, то я думаю, что они заложат и вопрос, там, отбора этих вещей какими-то токсическими игроками, то есть, если нет, ну, как бы так, что нет. Чтобы ты еще, в жизни ты боишься по темному переулку пройти, чтобы тебя не ограбили, и тут теперь в VR боишься по темному переулку пройти. Настоящая виртуальная реальность. Ну, конечно, она должна быть лучше, чем настоящий мир. Это, где гопники? Это виртуальная реальность от меты, которая была фейсбуком, как бы они там... Ну, я понял, Саша будет в мете сразу банду собирать, и там готовится, обчищать людей. Где гопники? Где гопники? Мета-гопники. Я с ним сразу. Мета-гопники, да. А тут еще второй вопрос поднимается, интересный, по поводу безопасности. насколько расширятся возможности каких-то хакерских действий. Ой, фильм был, я не помню, какой он там, ультрафинет, это вообще про другое. Короче, там убивали людей, типа, в виртуальной реальности, каким-то таким образом, что они в реальности умирали. Я в плане, сколько сразу открывается разных видов нового типа мошенничества. Дискредитировать какую-то персону в метах вселенной. Да, и что его забанят. то есть... Новая серия «Черного зеркала» ожидаем. Да, да, на самом деле, вот «Черное зеркало», как ни крути, оно потихонечку... И ведь как ни крути, у тебя там явно будет рейтинг какой-то, там же тоже тебе будут лайки ставить. Это же мета, они же не могут... На самом деле, я думаю, что лайки в мета-вселенной, они, ну, как бы, ну, что, ну, хорошо, вот ты, Эрик, например, там, я не знаю, ты классный пацан, у тебя там плюс 10 тысяч лайков, а я там, я не знаю, Сантос, я козел, у меня минус 10 тысяч лайков. И что, ты меня как бы будешь игнорировать? Да нет же. То есть, я тебя не буду игнорировать, но, допустим, если ты захочешь с кем-то поиграть, то тебя в партии никто не будет брать. Ну, в принципе, эти вопросы решаются уже сейчас, если у тебя есть рейтинг, утрированного внутри игры, минус, минусовой, то, соответственно, да, к тебе относятся уже таким образом, что, как бы, ну да, с холодцом. Но если ты мощный игрок, если мы вот опять же берем RPG элементы, если ты мощный игрок, то какой бы рейтинг у тебя не был, отрицательный или положительный, тебя возьмут в пати, потому что ты тащишь. Нет, кстати, нет, потому что очень часто скилловые игроки жалуются, что с ними не играют, что их банят, именно потому что они всех разносят. Да, ну не то, что они токсичны, они всех разносят, и с ними невозможно играть. Слушай, это просто на тебя влияют раки, которые в этом, как бы, в этом мире собрались, то есть, это все раки. Крабы. Так что, в принципе, много очень, чего интересного у нас ожидает в будущем, надеюсь, что эту технологию они не отложат на какой-нибудь 2025 год, и уже хотя бы... Понятное дело, что это не будет ни в следующем году, ни через год, это все очень медленно будет. Как минимум, игры, это да, это энтертеймент, это да, это деньги приносят, но они в первую очередь хотят, хотят, опять-таки, тоже игры, это будет дополнительный приход денег от процентов продаж аватаров, там и что-то подобного, а это работа дизайнеров, чем больше энтертеймента, тем больше аватаров и подобных скинов, тем больше дизайнеры продают их, тем больше они получают прибыль с комиссии, то есть, ну, посмотрим, как это будет, но мне кажется, что некоторые конторы, такие, как, допустим, те же Microsoft, они все-таки нацелены на бизнес, и им для начала нужно придумать, а что в этом VR делать, в шлеме, вот что ты можешь в шлеме сделать такое, что ты не можешь сделать без него, перед монитором, им нужно затащить туда людей, нужно что-то придумать такое, чего ты никак не сможешь делать без шлема, без AR, вот вообще, вот вообще никак, вот это будет удобнее в 300 раз, но для этого нужно очень мощный скачок. Это, пусть думают их рекламщики, маркетинг, обиднее всего, Эрик, мне кажется, заключается в следующем, мы вот тут, ну, придумывали, а по факту получится так, что сюда приходит Марк Цукерберг, такой, так, вот эта карта, вот там вот повесьте мета, все, ребят, готово, то есть, без каких бы то ни был фич, просто копия VR-чата или бракрума, и все, то есть, вот это, конечно, но с другой стороны, время покажет, что там. Да, по поводу будущего, почему Steam Deck перенесли? Какой у тебя плавный переход на новую тему. Ну, так что, дефицит компонентов, там сейчас все в 2022 году перенесут. Перенесли Steam Deck, перенесли Dekagear, Dekagear перенесли, да. Причем, директор Dekagear сказал, не ждите новый процессор Qualcomm для VR-а в следующем году, 2023 год. У меня тоже похожая информация есть, что они ничего сейчас не делают, то есть, это XR2 и Quest 2, это топ автономных устройств, будет на ближайшее время. Остается еще на год точно. Да, и, наверное, то, что они Project Cumbria делают, с Cumbria или что там, как она называлась, новый шлем, который, типа, для бизнеса, с трекингом глаз, я думаю, что он на основе этого же чипа будет, если они только, не знаю, с AMD не связались или еще что-то. Так что, да, будет большой дефицит, а все почему? Потому что, когда, когда началась пандемия, все решили, ну, наверное, никто ничего не будет покупать, и поэтому все заказы на комплектующие упали, у тех, кто производил комплектующие, они снизили заказы на сырье, компании, которые маленькие, занимались добычей сырья, им пришлось закрыться, потому что у них нет заказов, а потом раз, и резко вырос спрос на все, а восстановить это уже намного сложнее. Сейчас все компании строят заводы, но это не за один год производится. Заводы построятся у корейской компании, которая делает самое крупное, которая делает чипы, у них завод будет запущен, если я не ошибаюсь, только в конце 22-го года. Опять-таки, там такая рожачная ситуация была, что они его не могут до конца собрать из-за внимания нехватки комплектующих. То есть, они завод для комплектующих не могут собрать полноценно, потому что не хватает комплектующих, но это ладно. Прикол в том, что производство чипов за последний год выросло на 8 или 9% относительно всех предыдущих. То есть, каждый год чипы производили все больше и больше, понемножку, там на 3-4%, это очень сложная технология, на самом деле, выращивать чипы в этой литографии. Они выращивали, каждый год наращивали, там на 5, на 3, на 2, на 3%, за последний год увеличилось на 8% производства. Но тут дело не в том, что закрылись сырьевые, они как раз тоже работают и наращивают мощность. Тут дело в том, что ограниченный производственный потенциал и увеличившийся запрос, а увеличился он в некоторых сферах на, на секундочку, на 600%. То есть, люди, которые из-за пандемии засели дома, они решили все толпой так, а слушай, что-то у нас действительно телевизор дома какой-то старый, да и компьютер уже обновить, да и ноутбук хотелось бы, да и телефоны поменять надо, а еще мне дома... Идите все богатые какие, офигеть. И что-то не видел я, что у нас все дома сидят. Какого черта, все на улице гуляете, не продохнуть. Да, и начали все закупать в огромных количествах, то есть, для производства это огромные, огромные запросы. И в некоторых сферах запросы увеличились на 600%. Это просто колоссальные цифры. Микроэлектроника подорожала сейчас просто колоссально. Вот, допустим, я с этим столкнулся очень близко в связи с 3D-принтерами, потому что платы на 3D-принтеры, материнские платы на 3D-принтеры, они стоили там, можно было, ну, они стоили там по 12, 13 долларов, их грязи везде было, сейчас уже не везде есть, а где есть, там цены от 50-60 долларов. Это же плата. Если раньше можно было купить Raspberry Pi там долларов за 30, то сейчас по sold out по 90, то есть, их по 90, но уже нету, их уже выкупили, и наращивание производства, оно не успевает за возросшим потреблением. Сейчас, если я правильно помню, пару конвейеров Ford все еще стоят. Они тормозили конвейера на почти всех своих заводах на некоторое время, но пару конвейеров они так и не запустили полноценно, причем Ford это та компания, которая первая запускала конвейеры в мире. Они борются за каждую секунду производства, они останавливают конвейеры на неделю, на две. А что будет, когда все это спадет? Спадет оптимистичнейшие прогнозы, что конец 2023 года. Это оптимистичные прогнозы. Ну, понятно. Ну, смотри, а что будет в конце 2023 года? Они поноткрывали кучу. У всех будут новые телефоны, новые машины, все новое, и все-таки больше не надо. Понятно, что спрос спадет, но прикол в том, что спрос-то на самом деле не очень-то и спадет, потому что здесь, как говорится, накапливается эффект снежного кома, что люди, те, которые, допустим, обновляли свой телефон, обновляют свой телефон раз в три года, они вот решили его сейчас обновить, а есть люди, которые обновляют технику чаще, и они хотят обновить, но тоже не могут, и они тоже будут ждать до 2023 года, и, соответственно, грубо говоря, огромное, к 23-му году тоже огромное количество людей будут иметь желание поменять технику, которую у них там, которую хотели поменять, но не могут, потому что нету. То есть рано или поздно это все спадет, будет новая проблема, что спроса будет меньше, чем предложение. спрос останется такой же, как он был. Да брось, о чем ты говоришь, как-то спрос может отстаться такой, если они сейчас строят заводы, модифицируют линии и наращивают производство. Просто к 23-му или 24-му году, когда все это спадет, мы увидим, что чипов будет хоть как грязь, здесь стоят они копейки. И эти чипы куда-то надо будет вставлять. Соответственно, у тебя будет в чашке чип, у тебя будет, я не знаю, в холодильнике 50 чипов, которые будут с тобой играть, в подушке будут чипы, то есть все будет в чипах в этом плане. И это на самом деле я не смеюсь сейчас, потому что вот этот избыток всех этих чипов надо будет куда-то модифицировать. В связи с этим подключат инженеров, подключат какие-то свои идеи, но до всего до этого надо дожить. А пока ситуация просто непроглядная. Нет, понятно, что... Просто я... Интересно по поводу Steam Deck'а... Да, вот по поводу Steam Deck'а я могу сказать примерно мои спекуляции, что сейчас происходит. То есть они сделали дизайн, они собрали, там, не знаю, 500 штук, которые они журналистам и другим разработчикам выслали, у них там сертифицируют их в это время, и тут они понимают, что вот эти вот три чипа, которые им нужны были, они уже не могут их нигде купить, потому что Apple их скупили на три года вперед. Или там Microsoft. Потому что обычно чем больше ты покупаешь одним куском, тем больше шансов, что с тобой будет это производитель работать. И сейчас они сказали, что передвинули на три месяца, или сколько они там сказали, и они сейчас активно занимаются тем, что они ищут, они рисуют альтернативные схемы с использованием альтернативных чипов, которые их ресурс-менеджеры смогли найти. Вот у нас есть от другого производителя немного другой чип, мы сейчас все переделаем под вот это, и у нас будет, в принципе, для конечного пользователя никакой разницы не будет, но это очень много работы вот именно в бэкграунде, чтобы вот это сделать, чтобы вы получили в итоге тот же продукт. Если бы у нас было, как будет через, в 2023 году, если бы у нас было перенасыщение рынка, то это было бы намного проще, и новые продукты выходили бы чаще, и, может быть, из-за того, что все это дешевле, и новые компании бы появились, которые бы начали бы пробовать все это делать. Ну да. В любом случае, они задолбали уже продлевать свои кризисы, потому что все эти новости связаны с тем, что на каких-то складах залежались куча продукции, куча всевозможных чипов, и NVIDIA, которая выпускает очередную версию своей видеокарты, как бы какую-то TI, не TI, четвертую версию, я в них уже запутался, их 50, по-моему, в их линейке уже присутствует, когда они как Pimax, их Pimax покусал. И вот это непонятно, все это дело. Я думаю, что, в принципе, это один большой кусок общей проблемы и хранения, и производства, и добыча, но в любом случае я бы хотел, что, да, аналитики в этот раз оказались правы, и это был действительно конец 23-го года, потому что 23-й год уже, по сути, как бы не за горами. Можно потерпеть еще, друзья. Ну и опять же, проклятая пандемия, да, она делает свое дело. Сейчас хоть много людей и не сидят дома, и производство восстанавливается, но восстанавливается не так быстро, как нам бы хотелось. Ну, с видеокартами тут там еще майнинг, майнинг очень сильно влияет на это, что вот этим всем компаниям им выгоднее продавать контейнерами карты майнинговым компаниям, потому что им тогда не надо париться по поводу логистики, не надо париться по поводу гарантии. Обычно они заключают договор, что вот вы получаете там 10 тысяч карт, если из них 5 не работают, вы нам не пишите, но это ваша проблема, и там если у вас что-то перегорит. Потому что с конечным потребителем там надо с ним сюсюкаться, два года гарантии, там, или в зависимости от страны, и там надо в магазине продавать. Поэтому понятно, я думаю, что NVIDIA сами, они только продают потребителям, но сколько NVIDIA сами производят своих карт, которые эти Founders Edition, это же просто песчинка по сравнению со всеми там Asus'ами, этими гигабайтами, всеми этими компаниями. Ну да, да, и фактически тут уже вопрос, ну, я не сторонник ругать NVIDIA или AMD, или в принципе, ну, бизнес есть бизнес, окей, ладно, я опростоволосился, не купил, когда она стоила не так уж и дешево, кстати говоря, на старте, но с другой стороны, как бы, ну, решил, как и многие, подождать. Но сейчас карту, естественно, как бы, покупать за эти бешеные бабки тоже не собираюсь. Это ладно, не страшно, на них много повлияло аспектов и рынка, и пандемии. Вопрос в том, что как бы стремятся ли они к тому, чтобы закончить все это дело, и там, я думаю, что не сильно, потому что, в принципе, их все устраивает с точки зрения продаж и роста прибыли. Поэтому ждем чисто насыщения рынка глобального, а там уже посмотрим, что из этого выйдет по итогу. Но когда чипов станет много, а их станет много, рано или поздно это все закончится, потому что, ну, нельзя строить бесконечно заводы и производить, и нанимать людей на производство чипов, а потом их никуда не вставлять. Чипы будут у вас в заднице. Вот, ребят, готовьтесь. В любом случае, смотри, сейчас мы не можем купить за нормальные, адекватные деньги 30, 80, да, там 30, 70. Мы не сможем ее купить, я подозреваю, в 22-м году. В 23-м году все те, кто не могли купить ее сейчас по бешеной цене, в 23-м году, когда, вот возьмем такую ситуацию, что все нормализовалось, и она стоит там свои заявленные там 500 долларов. Какое количество людей ломанется их покупать? Я не знаю, мне кажется, сейчас уже многие смирились и берут по той цене, по которой есть. У кого-то карты горят, Далеко не многие. Ты знаешь, далеко не многие. Вопрос чисто психологический, готов ли ты заплатить эту цену. Это как со шлемами индекс было. Помнишь, например, в какой-то момент, ну, я смог, например, купить по нормальной цене, а кто-то брал за 150, кто-то брал за 180 этот шлем, это же в уму непостижимый индекс за 180 тысяч, чел, что у тебя с головой? Ну, и это не целевой рынок, если уж на том, что... Ну, опять же, но это как пример. Ну, ладно, все это грустно. оно, ну, они ломанутся, они купят, и что, они будут покупать дальше, там, в течение пяти лет? Да нет, они купят, и оно постепенно спадет, нормализуется. Ну, нормализуется, да, спад будет, естественно, спад будет, он будет не катасистичный, не вечный. огромное количество уже открытых под вот эту кризисную ситуацию заводов, они же до сих пор поработают. Да, а тут смотри, все равно, если опять-таки та же мета будет развиваться дальше, и Фейсбуку нужно выпускать новые квесты, новые шлемы, Steam Deck'у нужно выпускать новые устройства, и Degagir'у нужно тоже много устройств выпускать, и все потихонечку, мелкая бытовая техника, все это постепенно, спрос, конечно же, когда все нормализуется, спрос упадет, но он упадет не катастрофически и не навсегда. Это будет небольшой спад, когда все насытятся. как по количеству населения, так и по потребительским возможностям. Да, поэтому спад, если и будет, Вы слышали сейчас, что в Китае у них там энергетический кризис, и поэтому по ночам заводы теперь не работают, есть определенные... То есть в определенной... Все, хватит, хватит, я, блин, к 23-м году готовлюсь, 23-й год, вот я пальцы... 23-й год. Смотри, понимаешь, то есть есть много факторов, которые сейчас сложились, и поэтому все хуже и хуже, и 2022-й будет, наверное, самым дном, и я надеюсь, после этого все только вверх пойдет. Но вот то, что в Китае не могут производить... Раньше-то круглые сутки эти заводы работали, теперь ограничивают, потому что у них энергетический кризис, у них количество угля недостаточно для того, чтобы электростанции питать. Поэтому они даже в некоторых городах просто обрубают электричество для всех в определенное время, то есть на ночное время. То есть зачем тебе электричество ночью? Иди спи. Я понял, о чем ты говоришь. Вопрос в том, что... А днем иди гуляй, не переоценен ли Китай в том плане, что... Ну как боки, ладно, заводы китайские стоят, но у нас есть еще производители в Корее, есть производители на Тайване, есть производственные мощности в других странах. Процент китайцев, которые производят сейчас чипы, он очень высокий в этом плане. Но есть... Китай не производит высокотехнологичные чипы. Я понял, понял. Но есть как бы, я вот к этому и веду, есть как бы действительно заводы, которые именно, ну, нужны как раз вот именно для высокотехнологичных чипов, а они не стоят. А их всего 4 нет? Да, да, но ты потом берешь все эти чипы, везешь в Китай и задешево собираешь себе пылесос или холодильник. Про линии, да, это печаль. Да и нет, потому что сейчас многие, и в том числе Штаты, начинают, скажем так, восстанавливать производство у себя. Ну да. И, то есть, много из Китая производств уходит. Ну так понятно. Весь мир посмотрел, что полностью иметь такую фабрику в одном месте, это не есть хорошо, потому что аукнулось это тогда всем абсолютно. Кстати, про фабрики, про фабрики, про конвейеры, про сбор без души. Take-Two. Take-Two Interactive. GTA. Серия GTA VR. Блин, какие у нас божественные переходы. Мы ждем. С одной стороны, про которые мы ничего не слышали, и про игры, которые сейчас вспоминают Take-Two с любовью, про вышедшую эту трилогию. Да, вот саму трилогию, да, с большой любовью. Вот мне немного страшно, что... Мне немного страшно, что это GTA San Andreas VR, которую нам пообещали, что она будет на основе ремастера, который выпустили. И тогда мы увидим все эти ужасы своими собственными глазами. Вот этими вот глазами. Вкусим, вкусим, нет. Да, и вот такие вот глаза на выкате, как у Эрика, будут у всех у нас. Ну, я слышал, что как раз вот эта новость о том, что сначала Take-Two любит VR, потом Take-Two не любит VR. Ну, то есть, вот это вот... Переобывание. Переобывание на лету, оно довольно странное. Мне кажется... Нет, все правильно. У них просто в офисе сидят аналитики, они сначала передают, что на VR не заработать. Они такие, не любим VR. Другой подходит, подожди, подожди, а вот если сделать вот так, можно заработать. Он такой, любим VR. Нет, на самом деле... Другой такой, да нет, не заработаем. Там это же был директор Take-Two, то есть, он еще в прошлом году сказал, нет, мы не любим VR. Тут анонс того, что San Andreas VR выходит, он сразу после этого говорит, да, VR классная штука. Потом следующий у него с этими, с инвесторами у него было, как это называется? Презентация. Презентация с инвесторами. И он уже к этому моменту забыл, что там мета ему отвалила 3 миллиона. И он вернулся к своей изначальной истории о том, что VR это абсолютно неинтересно. Да. То есть, он сказал, что ему нравится VR чисто потому, что ему... Он же не мог сказать, что да, ребят, мы делаем San Andreas VR, но сам VR говно. Ему Марк позвонил и сказал, ты помнишь, да, у нас контракт, да. Скажи, что там VR это классно. У меня фотки твои есть из Фейсбука, которые... С шлема, с квеста второго. С шлема, с квеста, да, твоего. Да, но какие... Я не знаю, ну, я надеюсь, что они будут смотреть на продажи San Andreas, и что продажи San Andreas на квесте будут достаточно хорошие, что они захотят перенести остальные игры, ремастеры, как минимум. Плюс, если они реально будут эти ремастеры брать, они все на одном движке, если один уже перенесли, то остальные... В чем проблема? Я не понимаю одного, вот именно почему San Andreas... Хорошо. Почему San Andreas, и все такие, о, ГТА, ГТА, VR. Блин, San Andreas, это, ну, симулятор автоугонщика, то есть ты там ездишь на куче... Из-за популярности, из-за популярности сампа. Нет, я понял. Я к тому, что в VR перенести технологию... Там очень много сделано же на гонке. То есть гонки, угоны, гонки на мотоциклах, на велосипедах, как все это реализовать. Так ты, Элла и Нуар, Элла Нуар, там тоже было прекрасно управление машиной с контроллерами, нормально. Им же сейчас надо максимально... Эрик, ты ехал на какой-то пердящей тачке из 30-х годов. Да, я понимаю, о чем ты сейчас говоришь, но... Это разные вещи. Им сейчас надо как можно большее количество людей затащить. А если сейчас... вот прикинь, анонс, завтра выходит GTA San Andreas на квесты. Я тебе говорю, что вот я уверен в том, что к потребителям квест сразу прибавится такое количество людей, которые VR Алекс не затащила, а? Причем тут самп? Там же нельзя поднимать кастомные сервера будет на этом какого... Поэтому я не понимаю, почему тут самп. А тут дело в том, Что такое самп? Смотри, самп San Andreas мультиплеер, который... РП... Мод. РП. РП сервера, да. Дело не в этом. Тут все очень завязано на том, что память о San Andreas от этой игры не умирает, а постоянно поддерживается, так или иначе всплывает везде как-то потихонечку, и люди, они не забывают, как бы это ностальгическая такая у многих людей штука, которая, а вот да, вот сейчас самп, а я вот играл в ту еще. Слушай, я понял. Резик же так не стартанул. Сколько продашу Резик? Потому что Резик не всплывает постоянно в памяти людей, как что-то такое. Ну, мне кажется, что большинство людей, которые не знакомы с VR, в принципе, если они услышали анонсы GTA San Andreas, им первый вопрос будет, в смысле, а почему не GTA 5? Это мы понимаем, что квест не потянет, да, тупо эту игру, но для непосвященного человека они такие, то есть, вы говорите мне, что VR на уровне 2003 года, да, сейчас, ну, да, как по мне, мне было очень странно услышать, я как бы обрадовался, когда они сказали GTA, потом San Andreas, и я так, ну, как бы, да, окей, я с радостью в него поиграю, но немного странно, что это именно San Andreas. А до этого был Resident 4. Сервера Rockstar легли, когда вышла эта трилогия. Сервера Rockstar легли, они даже, им что-то снять с продаж. Сервера просто плохие, вот и легли, игра плохая, сервера плохая. Да, да, ну только... У них лаунчер на ПК двое суток не работал, это просто они ни хера не умеют, судя по всему. Это, слушайте, у Facebook 6 часов сервера не работали, и это не потому, что наплыв какой-то был, потому что они на косячи, кто-то не туда нажал. А тут просто совпадение. А здесь просто так, может совпадение, хорошо, но в том плане, что огромное количество людей ломанулись покупать эту трилогию, потому что они это любят. А потом оказалось, что она говно. Да, она говно, но не важно, и уже купили. Нет. Ну ты видел скриншоты? Ты видел? Ты видел? Нет, ты играл... Я... Кого? В оригиналы? Да, в оригинал все играли, в новую трилогию играл? Нет, конечно, зачем? Я не настолько... Я просто думал, что сыграл. 60 долларов, ты что? Я когда-то в нее поиграл, когда она только выходила, я играл в GTA 3 первую, когда она только вышла, то есть, да, я настолько старый, и я в нее играл, уже будучи студентом, а не школьником. Я получал удовольствие... Мы все настолько старые, что поиграли, все ты понтуешься. Не, просто многие там говорят, что да, я школьником играл, в 2009 году я школьником в GTA 3 играл. И, Сергей, что? Ты в 2009 году был школьником? Сынок, я в 2004-м закончил школу. Хо-хо! Да, кто тут дедуля? Не, это он говорил, что он с Димой так говорили. Не, когда мне, то знаешь, там говорят, что... Ну ладно, Эрик-то древний, ты что забыл? А, ну да, ты дед. Старый, да. Это уже вопрос даже не в этом, а в том, что очень много людей ломанулись, и для них это ностальгия. И выйдет она в VR, все равно будет люди все равно ломануться в нее. И это не настолько популярная и сильная игра, Все до сих пор хайпуют от Skyrim в VR. Ну он же сделан дерьмово, и он работает только после тысячи нормальных каких-то модов от комью... Ой, господи. Не пошел. Я уже встал. Я встал, ребят. Вот, ну то есть, типа, почему все до сих пор любят Skyrim в VR? Ну типа, он же так все сделан. А почему до сих пор играют и делают моды для простого Skyrim? Вот. Потому что это... Ну типа, любят их. Да, но в резик... Так и Morrowind, по-моему, до сих пор играет, не? Намного меньше. Если смотреть по количеству модов и скачиваний, в Morrowind играют намного меньше, чем в Skyrim. Просто, ну опять-таки, движок в Skyrim был получше, и просто, как бы, оно покрасивее. Понятное дело, что там и Morrowind уже довели более-менее до такого уже сегодняшнего вида. Красиво. Интересно, а новая... Глазки не кровоточили. Новая игра, беседа с... Как она? Starship... Starfield. Starfield. Интересно, они будут заинтересованы в VR-версии? Сомневаюсь. Вкусно, хотя бы сначала её сделают, а в Санкт-Петербурге она, судя по всему, находится... На все такие вопросы ответ очень простой. Нет. Почему? Сори, что кого расстроил. Просто логика. Используя логику, можно понять, что... Ну, VR — это ниша. Она очень маленькая, она сопоставима с какими-то очень маленькими нишами внутри ПК-рынка. Ну, то есть, им пока что не очень выгодно самим идти на неё. Максимум, когда они могут об этом подумать, это когда к ним Oculus постучат, ой, точнее, какой Oculus, он же мёртв, мета постучит к ним и скажет, ёва, ребята, много денег держите, сделайте нам. Вот тогда да, возможно. Да, я уверен, что Resident Evil это было не с инициативы Капкома никак. Это было с инициативой Oculus. Понятное дело. конечно, конечно. ты чё, игра вышла отлично. давайте... Ты говоришь, почему не GTA V, и типа, её не могут портировать. У меня вопрос, подождите, я GTA V играл на Xbox 360. Там графон был, конечно, я недели две назад запускал, просто ради интереса нашёл Xbox. Ну, там 30 FPS, и без детализации. Ну, так можно немножко уменьшить и текстуры, и так далее. И GTA V прекрасно, мне кажется, в том релизе залезла бы на... Ну, тогда ещё больше вопросов. Почему не GTA V? Потому что мало кто из тех, кто сейчас обожает GTA V, играют в неё беспрестанно, помнят, как она выглядела, когда только вышла. Да, но мне кажется, что из-за того, что она до сих пор популярная, все пользователи, которые в неё играют, тут бы им сказали, а вот теперь вы можете вот это вот всё в VR делать, они бы такие, уе-е-е... Не-не, погодите, вопрос-то в чём? Они отрыли эти старые игры свои, да, трилогию вот эту, они начали над ней работать. И в этот момент им Oculus пишет, говорит, о, давайте что-нибудь для нас сделать. Они такие, слушайте, самое дешёвое, то есть самое дешёвое, что мы для себя можем сделать, это вот взять GTA San Andreas, потому что мы уже над ним работаем сейчас, и в целом, да, типа, то, что вы сейчас просите, это в целом не так сложно для нас. И оно на Unreal. И оно на Unreal, да. Вот, и оно на Unreal, и Unreal поддерживает VR, как бы, и то, что, типа, этот, господи, GTA 5, над ним сейчас, ну, типа, никто его не оптимизирует, там, не переделывает, там, какую-то большую работу не проводит, они проводят работу только по поддержанию этой игры, и сесть и сделать GTA 5, причём, достать какую-то тысячелетнюю версию с Xbox 3, Xbox 360, PlayStation 3, они бы сказали Oculus, ребят, вот ту цифру, которую вы назвали, только X3 давайте, и методы такие, не, sorry, и они такие, ну, тогда этот, только San Andreas, вот что, я думаю, произошло в них, ну, скорее всего, так и было, скорее всего, так и было, потому что уже работали, пришли, сказали, добавьте руки, и всё, графины они уже накатили, и мы увидим как раз именно San Andreas, вот именно в этом графине, в котором сейчас есть он в трилогии, ну, что, хороших игр, больших, не хватает на квесте, потому что Resident Evil, хоть и вышел, недавно, но уже, в принципе, пройден, в следующем году, в апреле, будет это Oculus Showcase, я надеюсь, там нам что-нибудь покажут, видимо, на Connect'е теперь не стоит ждать анонсов игр, ну, то есть, ну, уже нет, я имею в виду в следующем году, то есть, максимум, на что способны, это 5 секунд упомянуть GTA, и дальше по своей теме, GTA 4. Напишите в чатике, хотите ли вы, чтобы мы вообще стримили, вот подобное дерьмо, как в прошлый раз было, или это вообще не имеет смысла для нас, а презентации, да, там же много народу смотрел, а еще вопрос, будет ли оно называться Connect, потому что они больше одного раза, не могут, они... Название меняет каждый раз. Facebook, Oculus, Facebook, кто они сейчас, Мета, они такие непостоянные, они даже свои названия не могут. По-любому это будет называться Meta Connect. Meta Connect, ну, Meta Connect, да. Meta Connect. Ну, по поводу игр, ну, хочется верить, что нам что-нибудь, что-нибудь, учитывая, что Sony в последнее время, Sony говорила, что они хотят выходить на ПК рынок, судя по тому, что они очень много своих игр переносят на ПК, если еще полгода назад все, ну, все Sony, фанаты Sony, PlayStation, смеялись над ПК-боярами с фразой, где ты еще поиграешь в God of War, то теперь, извините, на ПК тоже можно будет поиграть в God of War. Спасибо за бета-тест. Hello. Sony уже не уникальна в этом плане. Ну да. И если они свои такие эксклюзивы переносят на ПК, есть вероятность, что PS VR эксклюзивы будут переходить на ПК. Что там с PS VR 2? Был слух, что у них будет PlayStation Experience в декабре, на который будет анонсирован новый шлем, наконец. Просто сколько времени уже прошло с тех пор, как они анонсировали контроллеры. Ну, где-то меньше года. Да, но это все равно, больше, чем полгода явно. Ну да. То есть, они показали... Я не понимаю, в чем смысл был этого анонса, если... Почему... Понимаешь? Да. Мне кажется, сыграла опять такая тема, как вот мы сегодня обсуждали, с Steam Deck'ом. То есть, когда они решили выпустить шлем, нужного количества чипов, даже у Sony, даже у Sony с их производственной мощностью, просто им не хватило. Соответственно, они заанонсировали то, что у них уже было готово с точки зрения прототипа и откатано, то есть, показали фоточки, а по шлему либо они столкнулись совсем с нехваткой комплектующих, что пришлось переделывать, по сути, как бы само устройство и его форм-фактор, либо они отложили, потому что, ну, действительно, чипов не хватало, и сейчас они только вышли на какие-то там возможности по сборке в будущем. Поэтому стоит ожидать каких-то новостей, но я думаю, что это только с этим связано. Сейчас все подобные переносы и косяки, они связаны с этим, то есть, ну, не стоит сказать, каких-то там серий, там, собака сожрала инженера, там, и его проект. А учитывая, что Sony это огромная, гигантская корпорация, и, скажем так, вот у них, допустим, было в планах анонс там контроллеров, да, а потом анонс шлема там через, допустим, месяц, может быть, за две недели до анонса контроллеров в инженерном отделе уже знали, что не хватает, и пока это все дошло до верха, пока оно дошло до верха, а потом, пока оно опять пошло по цепочке, там же иерархия явно просто сумасшедшая, бюрократия тоже, понятное дело, то есть, соответственно, не письма отправляли, потому что письма можно украсить, а мы именно писали из там Йокугамы, короче, прям на лошадях, потом узнали, что у них вот пешим ходом, на пингвинах, на пингвинах, ну, знали они все это сразу, просто сказали, типа, хер, какой VR, пошли нахер с вами VR, но без продолжения, ну, в плане того, что просто может не с такими работоделами, да даже в маленьких компаниях очень часто бывает, не говоря уже о корпорациях, что те люди, которые пишут всякие блокпосты и все вот это, делают публичные анонсы, они получают информацию не совсем полную, или они поняли не так, как на самом деле, и они анонсировали что-то, а потом они возвращают, после этого идут к разработчикам, и разработчики сидят такие, что вы за херню им наобещали, мы над этим вообще не работали, мы тебе по секрету там, в толчке, когда мы рядом стояли, мы тебе сказали, что мы вот думаем над этим работать, но на самом деле никто не работает, что тут там, да. Vimax. Какой VR-шлем, что такое VR, Vimax, да, Vimax. Напоминает одну компанию, они, да, Vimax, они... Илья, ты пропал. Можно показать. Я тут еще? Да, уже здесь. Все нормально. Меня почему-то от Nusty остановился. Ну, короче, походу кончать надо. Да, надо заканчивать. Я начал говорить о том, что Sony умеют удивлять, я думаю, что на своем, на анонсе шлемов, PSVR 2, и они покажут игры и должны будут показать хорошие игры. Я надеюсь на то, что хотя бы кто-то в этом году покажет что-нибудь интересное. Я бы согласился, но PS5 я до сих пор даже не думаю покупать, потому что там просто нету особо игр, а я ПК-шник, и мне в целом нет смысла именно для мультиплатформы. Сейчас Sony Boy закричали бы, у тебя не будет рачатый кланк, а она тоже на ПК выходит, поэтому извините, на Sony сейчас уже никаких нет эксклюзивов, все выходят на ПК. Ну вот, в общем, сегодняшний выпуск прошел под знаком больших надежд на будущее в том плане. Должен был быть новогодний выпуск на будущее на будущее меты, на будущее GTA San Andreas, на будущее по прохождению кризиса с чипами и на будущее хорошее у Sony и с ее играми. Вот, в общем, жить надеждой, снимайте одежду, в общем, вот, наверное, так можно сказать. Жить с надеждой и умирать по одному. Умирать по одному. Спасибо всем, что присоединились на наш подкаст, как всегда, вы можете пообщаться с нами в нашем Дискорде, ссылка на который в описании. Ой, только что начали глаза на меня смотреть, я испугался. Так же можно слушать все наши подкасты в аудиоверсии, но тогда вы не увидите наших прекрасных лиц и того, как мы играемся с крабами все это время. И с ушками собачьими. Да. С ушками. И пишите в комментариях, какие игры для VR вы ждете больше всего в этом году и какую метавселенную, как вы видите метавселенную будущего, в которой в VR мы будем все жить и работать в шахтах. Да, какие плюсы и минусы есть. вы хотели работать в микрософтской? Какого цвета кирку вы бы хотели себе? Кирки-то тоже будут со скинами и платными. О, да. Ладно, все, пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok